Приветствую всех, кто нас слушает сегодня в зуме. Давайте вспомним, как на второй лекции в начале семестра, перед тем, как говорить про задачу репликации кивариохранилища, мы нарисовали условную архитектуру распределенной базы данных. Мы сказали, что в самом основании этой архитектуры лежит локальное хранилище. И эту тему мы уже освоили достаточно подробно. Мы говорили про LSM, ну и сегодня будем говорить про Crash Consistency, как на этом уровне переживать отказы диска и какие-то нюансы работы файловых систем. Поверх локального хранилища мы расположили уровень репликации, как имея, скажем, LevelDB или RocksDB, в общем LSM, на отдельных машинах реплицировать его так, чтобы пользователи работали там с группой машин, с группой реплик, как с одной отказоустойчивой машиной. На следующем уровне мы научились справляться с тем, что данные наши в одну машину не помещаются. Для этого мы их шардировали и разбирались, как именно можно при шардировании избежать узких мест, как их можно преодолеть. У нас была лекция про Exabyte Scale файловые системы и KeyValue, и там мы масштабировали преимущественно хранилище метод данных. Вот эти три уровня нами уже освоено, то есть мы можем построить бесконечно большое горизонтально масштабируемое линиаризуемое отказоустойчивое KeyValue хранилище. И настал момент подняться на уровень выше, поговорить про транзакции. Можно подумать, что транзакции — это в первую очередь разговор про базу данных, про таблицы, про операции, которые трогают много строчек, про гарантии ACID. Наверное, вы про них слышали. Наверное, мы интуитивно понимаем, о чем идет речь. Но сегодня наше понимание транзакции будет гораздо шире. И для того, чтобы мы это увидели, я хочу, чтобы мы вспомнили несколько примеров, когда необходимость в транзакциях в наших задачах уже возникала. Давайте для начала вспомним систему, которая называлась GFS — Google File System. В Google File System не было никаких таблиц, никаких строчек. Транзакции тоже, разумеется, не было. Были файлы. И была операция, которая позволяла вам фрагмент файла перезаписать. Вот у вас есть какой-то большой файл. И, допустим, вы хотите — давайте это разными цветами нарисуем — перезаписать какой-то его фрагмент. Этот фрагмент может быть очень небольшой. Не знаю, какие-нибудь мегабайты. И у вас есть другая запись, которая пишет в этот же самый диапазон файла тот же самый мегабайт, перезаписывает его на байты B. Ну это условно, какие-то байты A, какие-то байты B. И вот эти две записи конкурируют между собой и пытаются перезаписать один и тот же диапазон файла. Давайте вспомним, как GFS обслуживала такие перезаписи. Перезаписи обслуживались на уровне чанков. Для каждого чанка GFS среди набора его реплик выбирала реплику primary. Эта реплика отвечала за то, чтобы принимать конфликтующие записи в чанк и упорядочивать их. Ну и, собственно, выполнять. С одной стороны, вроде бы проблему конкуренции этих двух записей это primary решает. Но наша беда сегодня в том, что вот эта маленькая запись, этот маленький диапазон файла размера мегабайт угодил на границу двух чанков. И вот этот чанк слева обслуживает... У нас какие-то проблемы со звуком. Пожалуйста, выключите микрофон, если он у вас включен. И запись в левый чанк обслуживает какой-то узел primary 1, а чанк справа обслуживает другой узел primary 2. Нам сейчас неважна отказоустойчивость. Я напомню, что в GFS была фундаментальная проблема с тем, что если primary умирал и назначался новый primary, то согласованности при переходе не было. То есть в GFS был реализован такой коленочный, не совсем корректный протокол atomic broadcast. Но нам сейчас это не очень важно. Нам важны не отказы. Пусть даже никто не отказывает. Проблема в том, что каждый из записей, и запись A, и запись B, раз они попадают на границу двух чанков, эти две записи обслуживаются как две... Каждый из этих двух записей, вот пусть запись A красная, обслуживается сразу на двух primary и упорядочивается независимо, сразу двумя primary. То же самое касается записи B. В итоге каждый primary получает две записи, красную и синюю, и должен их упорядочить и выполнить в каком-то порядке. Вот, допустим, primary 1 сначала выполнит запись B, а потом запись A. Он имеет на это полное право. Primary у нас действуют независимо друг от друга, просто для того, чтобы снять нагрузку с мастера системы. И вот это оборачивается тем, что два этих primary для двух чанков упорядочивают две записи разным образом. В итоге, когда две эти записи завершатся, то в файле вот этот фрагмент размером 1 мегабайт, очень небольшой, будет выглядеть так. Сначала в нем будут идти символы A, а потом символы B. Вот никто не умирал, никакие лидеры, там, primary не перевыбирались. Никаких сбоев не было в исполнении. Но, тем не менее, запись даже этого маленького мегабайтного фрагмента файла произошла не атомарно. Это первый пример. Второй пример связан тоже с файлами. Ну, вот и здесь нам бы как раз транзакции пригодились. Мы бы хотели атомарно выполнить запись и в первом чанке, и в левом чанке, и в правом чанке. Вот, пожалуйста, вполне себе пример транзакции. Другой пример тоже был связан с файловыми системами, но уже с масштабируемыми отказоустойчивыми. Помните, мы сначала заменили GFS мастера на RSM, чтобы переживать отказы, выделили слой чанк стора, а дальше столкнулись с тем, что мета-стор, который хранил дерево файловой системы, и INODE не масштабировался. И для этого мы переложили мета-информацию файловой системы в key value-хранилище. Как мы это сделали? Мы для каждой директории список файлов хранили в виде набора ключей. У нас было ID директории и имя файла. И вот такой служебный ключ указывал на идентификатор файла, по которому можно было найти его список чанков. А список чанков тоже хранился в виде набора записей в key value-хранилище. Если бы мы хотели прочесть список чанков файла, то мы бы в key value-хранилище брали snapshot и читали по итератору все ключи, которые начинаются с данного идентификатора файла. Чтобы найти идентификатор файла, мы сначала бы выполняли дополнительный lookup, чтобы узнать его ID. Проблема состояла в том, что мы рассматривали такой дизайн на примере файловой системы Facebook, Tectonic. И Tectonic свои методы данной раскладывал в key value-хранилище разумным образом, так, чтобы все записи, касающиеся одной директории, и все записи, касающиеся одного файла, находились в пределах одного таблета, одного шарда и обслуживались бы атомарно. То есть мы можем работать со списком чанков одного файла атомарно, и мы можем работать с одной директорией атомарно. Но у нас была проблема. А что, если мы хотим выполнить операцию rename, перенести файл из одной директории в другую? Нам нужно одну запись стереть и другую запись добавить. Беда в том, что эти записи имеют разные директории ID, а это значит, что могут находиться в разных таблетах в разных шардах. И атомарности между этими таблетами уже нет. Другая операция, которую мы не можем сделать, это операция конкатенации. Нам нужно породить новый файл, у которого список чанков будет равен конкатенации списков чанков первого и второго файла. И снова у нас это не получается сделать, потому что списки чанков для двух исходных файлов лежат потенциально в разных таблетах key value. Нам снова не хватает транзакций, снова не хватает возможности атомарно с ними работать, с разными таблетами, с разными шардами. Наконец, третий пример, которого мы еще на самом деле не знаем, но про который я расскажу в параллельном курсе. Это очередь сообщений. Давайте я на примере системы Kafka это расскажу. Kafka это система, которая позволяет вам надежно хранить потоки данных. Хранить эти потоки в виде очередей, где сообщения привязаны сквозной нумерацией. И я в прошлый раз, когда говорил про формальные методы, показывал вам design.doc, как в системе Kafka хотели сделать, но и сделали в конце концов семантику exactly once. Что это означает? Что мы хотим иметь в Kafka exactly once processing. Что это означает? Пусть у вас есть поток данных, который какой-то клиент вычитывает, каким-то образом обрабатывает и после этого записывает измененный результат в какой-то выходной поток данных. То есть у него есть входная очередь, какой-то обработчик, который запускается на каком-то узле и выходная очередь, куда он сохраняет результаты своей обработки. Беда в том, что у нас две очереди, и чтобы обработка была exactly once, мы должны атомарно уметь прочесть данные из входной очереди, передвинуть там курсор на чтение, обработать данные в памяти у себя и записать результат в выходную очередь. Вот передвинуть курсор во входной очереди и положить новое сообщение, новую запись в выходную очередь. Это exactly once processing, но под капотом, чтобы его реализовать, нам тоже нужны транзакции. Мы хотим из очереди одной прочитать, в другую очередь записать. Тоже пример транзакции, но при этом никаких таблиц у нас в явном виде здесь нет. Вот три примера, где транзакции естественным образом возникают, и в каждой системе по умолчанию в Kafka не было транзакций. В k-value, над которым работает файловая система Facebook, нет транзакций. В GFS, ну вот в этом месте тоже, конечно, не было транзакций, запись была не атомарная. Вот все эти примеры демонстрируют вам, что смысл транзакций, он гораздо шире, чем база данных и гарантия ACID. Смысл транзакций в следующем. Пусть у вас есть некоторая система, в которой есть какие-то компоненты, каждый из которых допускает конкурентные операции. Скажем, мы можем в чанг писать конкурентные из разных потоков, разные байты. И праймри должны их упорядочивать. У нас есть k-value-хранилище, каждый шарт которого, разумеется, поддерживает конкурентные записи. У нас есть очереди сообщений в Kafka, с которыми мы тоже работать можем конкурентно. Но при этом под капотом эти компоненты работают последовательно. То есть праймри упорядочивает внутри себя все записи в один поток. Каждый таблет в k-value-хранилище — это отдельный RSM. И если вы пишете RSM в домашнее работе, то вы знаете, что где-то там внутри есть поток, который последовательно вычитывает закомиченные команды из лога и применяет их к автомату. В очереди сообщений тоже внутри все упорядочивается, потому что есть сквозная нумерация. Вот все эти примеры, они про то, что у вас есть объекты с конкурентным доступом, но они устроены последовательно. Они сами по себе атомарные, лениризуемые. И мы хотим поверх них уметь выполнять такие операции, которые трогают сразу много объектов, сразу много чангов, сразу много шардов, сразу много очередей сообщений. И такие операции трогали бы, которые мы назовем транзакциями, собственно, друг относительно друга упорядочивались бы как атомарные целые. Вот транзакции, а не об этом. Есть ли вопросы? Наша цель с вами на вот эту тему, на сегодняшнее занятие и занятие через неделю разобраться, как устроены транзакции в очень больших распределенных системах. А именно в Google Bigtable, это киволю-хранилище, вы знаете, которое мы обсуждали позапрошлый раз. В Google Spanner это вообще, в принципе, самая большая база данных в мире, и в ней реализован очень затейливый механизм транзакций. И мы бы хотели поговорить с вами про Яндекс.Дб. Это большая распределенная система в Яндексе, которая служит хранилищем для Яндекс.Облака, и которая реализует довольно радикальный подход к транзакциям. Очень интересный, мы хотим его тоже обсудить. Но это наша глобальная цель. Но вообще-то транзакции не привязаны именно к распределенным системам. Ну, разумеется, не привязаны к распределенным системам. И про транзакции можно думать не только на уровне какого-нибудь Spanner или Bigtable, или на уровне локальной даже базы данных. Транзакции можно представить себе даже в очень маленьком масштабе. Вот смотрите, мы говорим, что транзакция — это операция, которая атомарно трогает, атомарно относительно других транзакций трогает сразу много последовательных объектов. Вот представим себе процессоры память. В процессоре много ядер, и они работают с общими ячейками памяти. И при этом каждая ячейка памяти, она, конечно, позволяет конкурентный доступ. Вы можете к ней обращаться из разных потоков, при условии, что вы какие-то атомики используете. Но при этом под капотом в процессоре есть протокол когерентности, который говорит, что каждая ячейка памяти, она последовательна. Все чтения и записи в нее упорядочиваются. И вот мы бы, возможно, хотели иметь возможность в процессоре выполнять не просто атомарные операции над отдельными ячейками памяти — FitchEd, CompareExchange, подобные операции. Мы бы хотели иметь атомарные операции, которые трогают сразу много ячеек. Вот если вы помните конец прошлого семестра, то в самом-самом конце, в бонусной лекции, я вам рассказывал про тему канала. Про то, как делать примитивы коммуникации, которые позволяют передавать потоки данных из одного потока в другой, или из одного файбера в другой, и говорил, что вместе с этими каналами хорошо бы иметь select, который позволяет из нескольких каналов атомарно дождаться первого значения и вытащить его. И когда мы делали select с гарантией log-free, что было особенно сложно, а так select реализован в языке Kotlin, то там мы столкнулись с проблемой. Нужно атомарно потрогать сразу несколько ячеек. В общем случае нужно потрогать аж три ячейки. Ну или в простом случае две ячейки. Нужно передвинуть голову канала, из которого мы достаем значение, и нужно атомарно взвести какой-то бит в селекторе, что вот он значение уже забрал. В общем случае нужно потрогать три ячейки. И вот тут можно думать про какую-то операцию multi-cas, как можно, имея CAS над одним машинным словом, сделать CAS, который работает сразу несколькими ячейками, а вместо этого можно на уровне процессора реализовать механизм железных процессорных транзакций, которые позволят вам атомарно вот три ячейки памяти потрогать. Вот такой вот спектр применения транзакций. Но сегодня мы не будем говорить с вами про распределенные системы даже, намеренно не будем говорить. Сегодня наша цель поговорить про базовую теорию транзакций, про то, как про них вообще можно правильно говорить, какие слова правильно использовать. Распределенность, отказоустойчивость, масштабируемость, все эти вещи нам будут важны, разумеется, но важны будут через неделю. А пока мы решаем задачу, которая связана именно с concurrency. Как, имея атомарные объекты и не думая про какие-то отказы, добиться атомарности на уровне операций сразу над многими объектами. Ну вот, давайте перейдем к постановке задачи. Примеры мы сотрем. Хотя Acid я стер напрасно, давайте Acid мы вернем. Знакомы ли вам аббревиатура Acid, раз уж мы говорим про транзакции? Вот мы сейчас будем формально ставить задачу и рассуждать про транзакции, а пока неформальный разговор. Вот, Acid — это требование к транзакциям в базах данных. Как эти буквы расшифровываются? Как этот Acid расшифровывается? Acid — это Atomic City. C — это Consistency. Я сейчас не собираюсь пояснять, что именно каждый из слов значит. Мы это скоро увидим. Но сегодня на лекции и на семинаре мы поговорим, кажется, про все эти буквы. Итак, постановка задачи. Будем считать, что у нас не база данных, не очереди сообщений, а у нас абстрактное хранилище, в котором есть операции записи, значения по ключу и операция чтения по ключу. Мы считаем, что это хранилище линеализуемое, то есть оно допускает конкурентный доступ, но при этом любая конкурентная история, о ней можно думать, как будто бы все операции в ней произошли в некотором порядке с сохранением порядка операций в конкурентной истории для реального времени. Под дата-стором можно понимать самые разные объекты реальности, ну, например, можно понимать память в компьютере, а можно понимать масштабируемое киварио-хранилище, а можно понимать таблицу в базе данных. Все интерпретации подходят. Вот мы никакую конкретную не фиксируем сейчас. Над этим хранилищем мы хотим выполнять транзакции. Собственно, перейдем к ним. Под транзакциями мы будем понимать такие интерактивные программы, которые начинаются со служебной операции start transaction, за которой следует какое-то количество сетов и гетов. И в конце концов транзакция завершается двумя способами. Либо она фиксирует свои результаты, commit transaction, либо она отменяется. Почему транзакция решила отмениться? Ну, например, потому что вы в этой транзакции захотели перевести деньги с одного счета на другой, но запросили для перевода сумму, которая превышает, собственно, ваш баланс. Видимо, поэтому транзакция не может быть выполнена. Ну, а если все хорошо, если все варианты сошлись, то транзакция готова закоммититься, и после коммита изменения транзакции должны зафиксироваться надежно вот в этом хранилище. Транзакция, вообще говоря, интерактивная. То есть вы прямо пишете программу, где говорите, допустим, вы работаете с определенной системой. Вы создаете клиента и говорите client.start transaction, client.set, client.get, какую-то серию таких операций, потом в конце говорите client.commit transaction. Или, может быть, если вы работаете с традиционной базой данных, вы пишете какой-то декларативный скрюриз-запрос, который транзакционно что-то делает. Вот форма представления транзакции нам сейчас не важна. Мы будем считать, что она вот в общем виде — это такая программа. Кто обслуживает операции в этой программе? Этим занимается планировщик. Давайте его перенесем, а то я очень широко пишу. Обслуживанием транзакций занимается планировщик. Вот под ним находится хранилище. А над ним находятся клиенты. И клиенты в этот планировщик отправляют свои set и get. Ну, давайте я переименую set и get. Я как-то неудачно их выбрал. Я буду говорить про чтение и записи. Дальше у нас будет просто чтение и записи. Вот, например, какой-то клиент отправляет очередное чтение в этой транзакции для какого-то ключа x. Какой-то клиент отправляет для своей транзакции чтение ключа y. Планировщик принимает последовательно операции каждой из транзакций и должен перенаправлять их в хранилище. Что? Да, вот, нотация. v – это запись этой транзакции ключа x. Значение нам не важно, просто запись какого-то значения. Это чтение житой транзакции по ключу y. Так вот, планировщик получает для каждой транзакции последовательно вот такие вот операции, но при этом для разных транзакций конкурентно, разумеется, и должен эти чтения и записи перенаправлять в хранилище. Он может делать это прям последовательно, может что-то делать параллельно, разумеется, наверное, он хочет делать параллельно все это. И смотрите, вот планировщик каким-то образом планирует транзакции, и на уровне хранилища что получается? Получается некоторая история. Запись первой транзакции по ключу x, запись второй транзакции по ключу x, запись третьей транзакции по ключу y. Вот планировщик на уровне хранилища данных порождает вот такую конкурентную историю с помощью своего протокола алгоритма планирования. Мы сказали, что само хранилище линеаризуемое, а это означает, что любая конкурентная история объясняется некоторой последовательной. То есть об этом конкурентном исполнении на уровне хранилища можно думать как о некотором последовательном, где, допустим, сначала выполнилась запись второй транзакции по ключу x, потом запись первой транзакции по ключу x, а потом запись третьей транзакции по ключу y. Так вот, смотрите, у нас есть клиенты, которые запускают транзакции, отправляют их планировщику, планировщик отправляет отдельные чтения записи в хранилище, на уровне хранилища, все операции всех транзакций выстраиваются в некоторую цепочку в конце концов. Вот такую цепочку мы назовем словом «расписание». Понятно ли, что планировщик таким образом генерирует расписание? Не то, чтобы он прям выстраивает все операции всех транзакций в некоторую последовательность. он может работать параллельно, то есть он может параллельно читать и писать в хранилище. Если, конечно, хранилище, ну, разумеется, хранилище, наверное, это позволяет делать. Что память, что большое шардирование кивали у хранилища. Но при этом можно сказать, что планировщик порождает именно вот такие, некоторый класс вот таких вот последовательных расписаний. И наша цель на сегодня, во-первых, подумать, какие требования мы предъявляем к планировщику, то есть какие расписания ему позволительно генерировать. Как описать такой класс хороших расписаний? Это будет понятие модели изоляции транзакций. И второй наш вопрос – это то, как такой планировщик построить, который бы порождал только расписание, в некотором смысле, хорошее, из одного класса. Вот давайте подумаем, какие расписания мы считаем хорошими. Ну, есть какие-то очевидные соображения. Наверное, расписание, где все транзакции, все операции всех транзакций выложены подряд, в смысле, сначала операции первой транзакции, потом второй, потом третьей, это расписание очевидно хорошее, оно нас устроило бы. Вот это то, что называется серийное расписание. Это расписание, где сначала идут все операции какой-то транзакции 1, потом все операции какой-то транзакции 3, потом все операции транзакции 4 и так далее. Определение понятно? Ну, конечно, планировщик не сможет порождать только такие расписания, это было бы очень неразумно, если бы он так делал, потому что тогда бы он выполнял по одной транзакции за раз. А наше масштабируемое киевое хранилище потенциально может обслуживать очень много транзакций параллельно. Поэтому наш планировщик будет действовать сложнее и будет порождать разные расписания, не только такие. Вот как мы могли бы предъявить требования к такому планировщику? Как мы могли бы, чего бы мы могли потребовать от расписаний, которые он в конечном итоге порождает? Ну, наверное, было бы здорово, если бы все расписания, которые планировщик порождал бы, не были бы отличимы для пользователя вот от таких серийных расписаний. Тогда пользователь мог бы думать о выполнении транзакций как... о транзакциях как об атомарных операциях. Сначала выполнена целиком одна, потом целиком другая и так далее. Для того чтобы формализовать эти соображения, введем понятие view-эквивалентности. Мы скажем, что два расписания, они view-эквивалентны, если все чтения в этих расписаниях возвращают одни и те же значения, и сами эти расписания со своими записями переводят хранилища в одно и то же итоговое состояние. То есть наблюдатель, который не видит то, что делает планировщик, а наблюдает просто результаты чтений, которыми планировщик отвечает, разницы между двумя расписаниями не видит. Для наблюдателя эти два расписания не отличаются. Хорошо, это определение эквивалентности, view-эквивалентности. А дальше мы ведем определение view-сериализуемости. Мы скажем, что расписание s view-сериализуемо, если s view-эквивалентно некоторому расписанию s со звездочкой серийному. Ну, то есть наблюдатель не может отличить вот конкретное расписание от некоторого расписания, в котором все транзакции выполняются просто подряд. Видимо, такие расписания клиента устраивают. Видимо, такой планировщик клиента устраивает. Вот мы определили понятие view-сериализуемости. Если нам дают view-сериализуемый планировщик, то пользователь может не думать о том, как транзакции под капотом этого планировщика конкурируют. Он может считать, что транзакции как будто бы выполняются в некотором порядке, как будто бы они атомарны. Почему это требование очень удобно? Потому что если вы пишете какую-то сложную логику, какое-то приложение поверх базы данных, и данные ваши вы меняете с помощью транзакций, то вам нужно думать лишь о том, чтобы каждая транзакция сохраняла инварианты ваших данных в хранилище. Если каждая отдельная транзакция переводит базу данных из корректного состояния в корректное состояние, то этого достаточно, чтобы, имея view-сериализуемость, даже при конкуренции транзакций всегда иметь согласованное состояние в базе. Вот такие простые соображения. Хорошо. Маленькое замечание. View-сериализуемость вообще-то не требует, чтобы транзакция, которая... View-сериализуемость не требует упорядочивать транзакции в соответствии с их порядком в реальном времени. То есть одна транзакция может завершиться до старта другой транзакции, а в порядке сериализации они выложатся в другом. Но это требование естественно добавить к нашему, и тогда мы получим то, что называется strict view-сериализability. Вот это то, что называется моделью изоляции транзакций. В ACID это isolation. Это семантика конкурирующих транзакций. Strict view-сериализability говорит нам, что если транзакции конкурируют, то можно думать, что они выполняются атомарно, при этом сохраняется порядок предшествования в реальном времени. И если мы имеем views-реализуемость для транзакции, то мы можем обеспечивать согласованность наших данных в хранилище. То есть поддерживать какие-то наши собственные варианты. Вообще говоря, вот три буквы в этом акрониме, Atomic City, Durability и Isolation — это свойства реализации транзакций. А вот consistency — это буквы, которые добавили только для того, чтобы получался акроним. Это не свойства базы данных. Это свойства данных, которые вы храните в базе, ваши собственные инварианты, которые вы можете обеспечить с помощью остальных трех букв. Хорошо. Посмотрим на экран. Я вам показывал уже эту картинку. Это диаграмма моделей согласованности и моделей изоляции транзакций. Вот Strix Realizable — это корень этой диаграммы, и в левом поддереве — модели изоляции транзакций. То есть как мы думаем про конкуренцию транзакций? В правом поддереве у нас модели согласованности для конкурентных объектов. То есть у нас есть отдельный объект, например, ячейка памяти, и с ней как-то конкурентно взаимодействуют. Вот правое поддерево — про отдельные объекты, левое поддерево — про изоляцию транзакций. На всякий случай у нас вопросы слышны без зума, потому что обычно вопросы есть, а тут все молчат. Ну вот в этом определении мы не требовали никаких гарантий относительно расположения транзакций в реальном времени. Мы говорили просто, что планировщик, который обеспечивает view-serializability, порождает такие расписания, которые неотличимы от некоторого серийного расписания. Но мы не накладывали никаких ограничений на то, в каком порядке могут идти вот эти транзакции. Слово strict означает, что если у вас была транзакция t1, и она в реальном времени предшествовала транзакции t2, то вот в этом серийном расписании, которым мы готовы объяснить конкурентное исполнение транзакций, транзакция t1 тоже должна предшествовать t2. Собственно, это то ограничение, которое у нас было в линализуемости. За это отвечает слово strict. Просто сериализуемость никаких гарантий про конкретный порядок не дает, но может быть любым. Ну, вообще в этой диаграмме слово serializable означает view serializable, если ты об этом. Это такой дефолт. У нас будет сейчас другая сериализуемость, не view, а то мы слово заменим. Вот оно здесь опущено и имеется в виду view, то есть неотличимым для наблюдателя. У меня замечание здесь было такое. Почему вот это поддерево является, собственно, поддеревом сериализуемости? Почему мы говорим, почему линализуемость здесь выделена, как будто бы частный случай strict serialability? Смысл вот в чем. Если мы возьмем транзакции над базой данных, вот пусть у нас есть хранилище, которое имеет операции записи и чтения, и мы над ним делаем транзакции. Если мы делали транзакции, то мы должны объяснить пользователю, какова семантика конкуренции транзакций. Для этого мы определяем модель изоляции. Но в то же время мы с хранилищем можем работать как с хранилищем напрямую, то есть выполнять просто set и get. И получается, что у нас могут конкурировать транзакции и точечная операция. Это довольно неудобно. Поэтому если у нас в системе есть транзакции, то удобнее сказать, что операции set и get — это такие элементарные транзакции, состоящие из одной операции. Так вот, линализуемость является частным случаем strict serializability в том смысле, что если мы возьмем все транзакции и сделаем их вырожденными, то есть оставим в них только одну операцию, то гарантия strict serializability превратится в линализуемость. Вот такие рассуждения. Хорошо, возвращаемся на экран. На доску. Следующий наш шаг. Мы хотим, видимо, построить планировщик, который обеспечит нам вот эту вот views-реализуемость. Но я бы сказал, что мы обречены, потому что views-реализуемость устроена очень непонятным образом. Вот давайте посмотрим, например, на пример некоторого расписания и некоторой работы планировщика. Пусть у нас было два ключа — x и y. И у нас были три транзакции — t1, t2, t3. Вот по вертикали время. Пусть транзакция t1 записала что-то по ключу x. Потом транзакция 2 записала что-то по ключу y. Потом записала что-то по ключу x. А потом первая транзакция записала что-то по ключу y. Ну, то есть две транзакции пишут в один и тот же набор ключей, но в разном порядке. И мы вот все эти записи исполнили вот так вот. Сначала мы исполнили запись в x первой транзакции, потом две записи второй транзакции, потом запись первой транзакции. Вот будет ли такое расписание сериализуемым? Вот расписание сериализуемое… Оно не будет, потому что у нас два ключа, и вроде бы мы должны… Если расписание сериализуется, то значит, что выполнилось сначала либо t1, сначала t1, потом t2, либо t2, потом t1. Но в обоих случаях мы должны видеть либо обе записи первой транзакции, либо обе записи второй транзакции. Вот так, что планировщик, который действует таким образом, он действует немного странно. Он как будто бы уже сериализуемость нарушил. Но тут появляется еще одна транзакция, которая решает записать что-то по ключу, ну, допустим, x. А вот такая история будет сериализуемой? Вот кажется, что вот такое исполнение можно объяснить таким серийным расписанием, где сначала выполнилась транзакция t2, потом выполнилась транзакция t1, а потом выполнилась транзакция t3. Правда? Вот это вью сериализуемое расписание. Но ясно, что никакой планировщик не умеет предсказывать будущее, поэтому так он работать не может. Он не может полагаться на то, что появится транзакция t3 и замаскирует вот наш косяк, который мы сделали здесь. И вообще задача, глядя на сериализуемое, глядя на расписание, то есть на последовательность таких вот операций чтения и записи из разных транзакций, определить, сериализуется оно или нет, вот эта задача NP-полная. То есть класс вью сериализуемых расписаний очень сложно устроен. Так что мы будем, мы себе упростим задачу. Мы скажем, что, ну да, вот есть все возможные вью сериализуемые расписания. Но мы не будем пытаться строить планировщик, который умеет строить вот произвольные расписания из этого класса. Мы выделим в этом большом классе расписаний, сложно устроенных, некоторый подкласс, расписания, которые устроены просто. И дальше научим планировщик порождать расписания из этого класса. Ну а значит они будут по-прежнему хорошими, потому что они принадлежат классу вью сериализуемых расписаний. Ну вот давайте научимся это делать. Давайте подумаем, как можно упростить себе задачу. Это немного похоже, да. Ну тут сейчас параллелей будет еще больше. Вот действительно мы какими-то исполнениями готовы пожертвовать, потому что мы не понимаем, как они устроены. Вот давайте введем вспомогательное определение конфликта в расписании. Вот смотрим на расписание, то есть на цепочку чтений и записей разных транзакций, как они линейализовались на уровне хранилища. И скажем, что две операции из двух разных транзакций конфликтуют, если эти две операции обращаются к одной и той же записи, к одному и тому же ключу, во-первых. А во-вторых, по крайней мере, одно из этих обращений — запись. Ну то есть, например, запись по ключу х из и этой транзакции конфликтует с чтением житой транзакции по этому же ключу. Это не конфликтует. С другой стороны, не конфликтуют, например, две записи из разных транзакций по разным ключам. Или два чтения одного и того же ключа из разных транзакций. Вот они тоже не конфликтуют. Здесь нет, по крайней мере, одной записи, здесь просто ключи разные. Что нам дает это понятие конфликта? Вот заметим, что если у нас есть расписание, и в нем рядом есть две операции, вот скажем, ну давайте вот такая и вот такая, которые не конфликтуют, то их можно было бы выполнить в другом порядке, их можно было бы свопнуть, и при этом для внешнего наблюдателя ничего бы не изменилось. То есть все чтения вернули бы те же самые результаты, и конечное состояние базы данных было бы таким же. Ну потому что две неконфликтующие операции коммутируют в этом расписании. С помощью вот такого наблюдения введем понятие конфликтной эквивалентности. Мы скажем, что расписание S и S' они… Можете еще раз, пожалуйста, представить конфликт определения? Определение конфликта точно такое же, как в моделях памяти в прошлом семестре. У нас есть два обращения из разных транзакций, и мы говорим, что они конфликтуют, если эти два обращения обращаются к одному и тому же ключу, и по крайней мере одно из этих обращений – запись. Смысл конфликтующих операций в том, что неконфликтующие операции можно менять местами. И при этом ничего не поменяется для пользователя. Или можно поменять две записи, которые пишут просто по разным ключам. Ну вот, а теперь можно ввести понятие конфликтной эквивалентности. Мы скажем, что S и S' эквивалентны, если… Ну, очевидно, одно расписание можно получить из другого серии свопов соседних неконфликтующих операций. И мы скажем, что расписание S конфликтно-сериализуемо… Если S конфликтно-эквивалентно некоторому серийному расписанию, где все транзакции выполняются подряд. То есть конфликтная сериализуемость означает, что серии свопов неконфликтующих операций, стоящих рядом, можно получить вот расписание такого вида. И вот тут мы получаем подкласс – расписание, которое является конфликтно-сериализуемым. Тут довольно много определений возникает по пути, но все они довольно простые. Еще раз напомню всю конструкцию. У нас есть хранилище данных, над ним есть планировщик, планировщик усыпется операцией транзакций, планировщик их направляет в хранилище. Хранилище лениризуемое, поэтому любая работа планировщика превращается в расписание. То есть мы все наши конкурирующие геты и сеты каким-то образом лениризуем на уровне хранилища, и как будто бы планировщик порождает цепочку чтений и записей. И мы дальше рассуждаем, а какие же вот такие цепочки, какие расписания являются хорошими. Хорошими являются те, которые неотличимы от таких вот расписаний, где транзакции выполняются подряд. Но беда в том, что такие хорошие расписания в юс-реализуемые устроены очень сложно, поэтому мы заменяем их на некоторый подкласс. Которые также, вот это очевидно подкласс, то есть любое конфликтно-сериализуемое расписание является в юс-реализуемым по понятным причинам. Вот. Но при этом я утверждаю, что класс вот таких расписаний устроен очень просто. Что можно легко описать, ну легко дать критерий конфликтной сериализуемости для расписания. Вот посмотрим на расписание и посмотрим на две его какие-то операции. О и О штрих. Вот операция О принадлежит транзакции Т, операция О штрих принадлежит транзакции Т штрих. И вот пусть две эти операции конфликтуют. Что это означает? Что как бы мы не свопали неконфликтующие операции, мы не сможем две эти операции О и О штрих поменять местами. А это означает, что если мы хотим предъявить сериализацию для этого расписания С, то в этой потенциальной сериализации Т будет обязательно предшествовать Т штрих. То есть любая пара конфликтующих операций в расписании задает жесткое ограничение на возможный относительный порядок двух транзакций. Это вот две конкретные операции конфликтующие. А если мы возьмем всю совокупность таких пар, то есть всю совокупность таких ограничений, то мы получим то, что называется граф конфликтов. Вот мы можем по расписанию построить граф конфликтов, который устроен следующим образом. У нас кончается место на доске. Чем бы мы пожертвовали? А не будем ничем жертвовать. Мы скажем просто, что вот в этом графе конфликтов множество вершин – это множество транзакций расписания С, и между двумя вершинами, то есть двумя транзакциями, есть направленная дуга, когда в расписании есть две операции О и О штрих, такие, что они конфликтуют, и О предшествует О штрих. Ну то есть мы просто в виде графа конфликтов фиксируем всю систему ограничений на относительный порядок транзакций, которые в расписании уже заложены. Определение понятно? Да. Хорошо, тогда мы теперь с помощью вот этого понятия графа конфликтов можем легко, можем сформулировать очень простой критерий конфликтной сериализуемости. Мы скажем, что расписание С конфликтно-сериализуемое, тогда и только тогда, когда что? Ну если у нас граф конфликтов задает все возможные ограничения на сериализацию. Когда граф конфликтов для расписания С цикличный. Ну вот давайте это докажем, собственно, в две стороны. Вот сначала в прямую. То есть пусть у нас С конфликтно-сериализуемое расписание. То есть серий свопов соседних неконфликтующих операций можно привести С к расписанию серийному, где все транзакции выложены подряд. Ну давайте подумаем, как меняется граф при обмене двух соседних неконфликтующих операций. Что происходит с этим графом? Ну понятно, что в нем могут появиться или исчезнуть дуги, которые касаются только вот двух транзакций, которым принадлежат две эти операции. Но поскольку эти операции неконфликтуют, то значит обмен этих двух соседних неконфликтующих операций не добавляет никакие дуги, не удаляет дуги. Иначе говоря, граф конфликтов инвариантен относительно свопа этих двух соседних неконфликтующих операций. Получается, что если мы расписание С можем привести к серийному расписанию С со звездочкой, то в силу этого свойства графа, графы конфликтов для С и для С со звездочкой одинаковые. Ну а очевидно, что граф конфликтов для расписания серийного С со звездочкой ацикличный. Просто вот по его виду, по построению этого графа. А и графы у этих расписаний одинаковые. Ну, значит, ацикличен и граф для С. Теперь в обратную сторону. Пусть у нас граф конфликтов для расписания С ацикличный. Это означает, что в этом графе есть некоторая вершина, а вершина — это некоторая транзакция с нулевой входящей степенью. Вот найдем такую вершину слэш транзакцию. И посмотрим на расписание С. Я пишу под углом почему-то. Вот у нас где-то есть операция О из этой транзакции Т со звездочкой. Что означает то утверждение, что в Т нет входящих дуг. В Т со звездочкой нет входящих дуг. Любая входящая дуга означает, что перед операцией транзакции есть конфликтующая операция с другой транзакцией. Но вот входящих в Т со звездочкой дуг нет. Это означает, что в расписании С перед любой операцией О из транзакции Т со звездочкой все операции передние не конфликтующие. А это означает, что в серии свопов можно передвинуть операцию О в начало расписания. Таким образом мы можем построить по расписанию С, расписание С, ну пусть С0, расписание С1, где в самом начале находится Т со звездочкой. А дальше что-то. Ну и дальше оторвем эту транзакцию от графа. Ну то есть займемся топологической сортировкой. В оставшемся графе снова есть вершина С0 входящей степени и мы повторим рассуждение для нее. И вот таким образом мы рано или поздно свопами просто получим расписание С серийное. Ну вот такой вот простой критерий сериализуемости. Что это нам дает? Теперь мы можем строить необходимый нам планировщик следующим образом. Мы должны гарантировать, что если мы гарантируем, что планировщик будет порождать только такие расписания, что в графах конфликтов для этих расписаний не будет циклов, то это будет означать, что планировщик порождает только конфликтно-сериализуемые расписания, а значит, только вью-сериализуемые расписания, а значит, пользователь не отличает их от серийных. То есть пользователь может не думать про конкуренты. Вот наша задача с одной стороны получить планировщик, который порождает расписание, в которых в этих графах нет циклов, а с другой стороны этот планировщик по возможности работает параллельно. То есть он запускает какие-то чтения записи параллельно. Ну вот давайте рассмотрим дизайн такого планировщика. Планировщик получает транзакции, он не знает их заранее. То есть планировщик вот работает и ему прилетает команда start transaction какого-то клиента, потом прилетает команда, первое чтение этого клиента, потом второе чтение, потом третья запись. Вот он транзакцию все заранее не видит, он работает с ними интерактивно. Итак, мы хотим построить планировщик, который порождает только конфликтно-териализуемое расписание. Такой планировщик будет называться 2PL schedule, как вам больше нравится. Мы сейчас построим протокол, который называется двухфазные блокировки. Он очень тупой, очень простой. Итак, у нас есть хранилище. Давайте свяжем с каждым ключом некоторую блокировку. Не то, чтобы это прям mutex где-то лежит, но вот такую условную блокировку. Она может быть захвачена, может быть свободна. Когда нам прилетает какая-то операция транзакции, то чтобы выполнить ее над хранилищем, мы сначала должны взять блокировку для заданного ключа, к которому мы обращаемся. Давайте я нарисую жизнь одной транзакции. Некоторая транзакция T. Мы получаем некоторую запись или некоторое чтение, и в первую очередь мы берем лог для ключа. После этого мы выполняем запись. Лог мы после этого не отпускаем, так и держим. Нам приходит новое чтение. Мы берем блокировку на ключ, к которому это чтение обращается, и после этого читаем. Вот у меня здесь горизонтальные стрелки — это чтение записи, вертикальные — это блокировки. Вот мы блокировки копим и копим и копим. В конце концов у нас транзакция завершается. Нам прилетает команда commit transaction. И вот после того, как транзакция закоммичена, то есть мы надежно зафиксировали ее изменения в какой-то журнал, а про журнал мы сегодня поговорим на второй части занятия, то мы наконец все наши блокировки отпускаем. Здесь были локи. Тут анлоки. Понятна ли идея, как протокол работает? То есть мы прямо на каждую запись имеем дополнительный лок? Да. То есть если мы в транзакции решили что-то прочесть, то планировщик сначала возьмет блокировку. Пока он ее не получил, он читать не будет. И независимо от того, что мы… Вот если у нас только один ключ, и мы ее делаем в записи только по одному ключу, мы все равно еще локи набираем. Ну как, у нас для каждого ключа один лок, если мы им уже владеем, то хорошо, ничего не делаем, просто сразу читаем или пишем. Но если у нас лока не было еще для данного ключа, мы сначала должны его взять. Тут единственный как бы аспект это то, что мы локи не отпускаем до тех пор, пока транзакция не завершится, не закоммитится. После этого мы все локи отпустим. А у нас не может произойти каких-то конфликтов с другой транзакцией? Так, подожди, у нас конфликты, конечно, могут происходить, то есть разные транзакции могут читать одни и те же ключи или писать одни и те же ключи. Собственно, мы для этого блокировки и берем, чтобы эти транзакции развести, чтобы одна ждала другую. Про дедлоки поговорим. Ну, конечно, если ты берешь много локов и не отпускаешь их, то и берешь их в абы каком порядке, а ты не контролируешь, в каком порядке ты их берешь, конечно, то дедлок у тебя может возникнуть. Но давайте сначала о хорошем, что если этот алгоритм не зависнет, то он породит конфликтно-сериализуемое расписание. То есть он породит расписание, в графе конфликтов которого не будет циклов. То есть, смотрите, здесь у нас уже параллелизм есть, то есть транзакции, которые читают, которые работают с разными ключами, у них разные working set, вот они работают параллельно, потому что они берут разные блокировки. Но если транзакции пересекаются по ключам, то они где-то на какой-то блокировке все-таки затормозятся. Так что у нас какие-то конкурентные истории. Но мы хотим, тем не менее, доказать, что любая такая история, если ее линеризовать на уровне хранилища, даст нам конфликтно-сериализуемое расписание. Для этого мы хотим показать, что в графе конфликтов не будет циклов. Ну и давайте сделаем это от противного. То есть предположим, что вот мы запустили такой планировщик, он породил какое-то расписание, и в этом расписании в графе конфликтов появился цикл. Что означает цикл в графе конфликтов? То есть мы породили некоторое расписание, в графе конфликтов которого есть цикл. Вот давайте посмотрим на каждую дугу в этом цикле. Посмотрим на первую дугу. Что значит дуга в графе конфликтов? Что в расписании нашлась операция O1 и операция O2', O1 из T1 и O2' из T2. Такие, что эти операции конфликтуют, и O1 в расписании идет раньше, чем O2'. Ну, почему O1 оказалось в расписании раньше, чем O2'. Ну, смотрите, раз они конфликтуют, эти две операции, значит, они обращаются просто по определению конфликта к одному и тому же ключу. Чтобы обратиться к одному и тому же ключу, нужно сделать блокировку. Так что и эта операция, и эта брали одну и ту же блокировку. И то, что эти две операции упорядочились, означает, что их критические секции упорядочились. Что в свою очередь означает, что O1, то есть чтение или запись O1, предшествовало блокировку ключа O1, онлок предшествовал блоку ключа, который читал или писал O2. Ну, вот так вот. Такие вот соображения. Они справедливы для каждой дуги. То есть здесь точно также есть какие-то операции O2 и O3', которые конфликтуют. И здесь есть операции, ну, давайте я напишу их так, O какой-то kt и O1', которые тоже конфликтуют, и одно предшествует другому. И для каждой дуги я могу вот такое соотношение еще извлечь. Но этого мало, потому что я пока нигде не использовал никакие свойства алгоритма 2PL, что довольно странно. Вот из первого неравенства, из первой дуги я вывел то, что онлок для операции O1 предшествовал локу для операции O2'. Для второй дуги я могу аналогично вывести, что онлок операции O2' предшествует локу операции O3'. А что я еще... Ну, это пока свойства просто вот как бы цикла. А где я использовал то, что это расписание построено алгоритмом 2PL? В алгоритме 2PL есть такое простое свойство, что все анлоки происходят после всех локов. Поэтому если у нас здесь есть лок в операции O2, у нас есть транзакция с O2, и в одном месте я беру лок для ключа операции O2', а в другом месте делаю анлок для ключа операции O2, то просто по построению алгоритма 2PL вот этот лок должен предшествовать вот этому анлоку. Ну а дальше я могу получить такую длинную цепочку предшествований и получить, что вот как у меня будет выглядеть последнее соотношение. Анлок ОК предшествует локу O1'. И вот я начинаю с анлока операции O1 и получаю, что анлок операции O1 из транзакции T1 предшествует локу некоторой другой операции из той же транзакции T1. Вот, а это нарушение протокола 2PL. В нем любой анлок, любой лок предшествует любому анлоку, а я получил наоборот. Это означает, что в графе, в расписании, что для любого расписания, который породил такой вот планировщик, в графе конфликтов этого расписания не может быть циклов. А это означает по критерию, что такое расписание будет конфликтно сериализуемым. Это, в свою очередь, означает, что такое расписание будет юсериализуемым. А это по определению сериализуемости означает, что пользователь не отличает это расписание от расписания, где все происходило просто подряд. Таким образом, 2PL гарантирует нам сериализуемость. Вот такой вот тупой протокол. Правда, беда. Мы в этом протоколе берем много блокировок и не отпускаем их. И порядок блокировок выбираем не мы, а пользователи, которые выполняют свои операции. Можно получить все так, что один пользователь возьмет сначала лок на ключ x, а потом сначала запишет в x, потом в y, захочет записать в x, потом в y, а другой захочет записать сначала в y, потом в x. И вот мы возьмем две блокировки в разном порядке. Точнее, попытаемся это сделать и получим дедлок. Вот нам нужен какой-то механизм, который нас от дедлока в этом планировщике защитит. Предлагается делать двумя способами. Когда каждая транзакция стартует, давайте она выберет себе временную метку. Ну, совершенно произвольным образом. Посмотрит на локальные часы. Нам монотонность здесь никакая не нужна, никакие сильные свойства не нужны. Просто вот примерно текущее время. Если у нас есть две транзакции и у одной временная метка меньше, чем у другой, то, видимо, первая старше, чем вторая. Нам вот таких соображений общих хватит. А теперь, как мы берем локи? Мы, планировщик, получаем операцию какой-то транзакции. Эта операция хочет взять лок. Мы пытаемся его взять. Два варианта. Если он свободен, то продолжаем. Захватываем и продолжаем. Если он оказался занят, то мы сравниваем таймстэмп нашей транзакции, ее временную метку, с временной меткой транзакции, которая владела локом. И тут есть две стратегии. Одна называется wound weight. Другая называется weight die. Ну, они симметричны. Давайте со второй начнем. Или давайте с этой, не знаю, какая мне больше нравится. Давайте с этой. Если мы, если мы транзакция, пытаемся взять лок, которым владеет другая транзакция, то мы сравниваем наши таймстэмпы. Если наш таймстэмп меньше, чем у транзакции, которая владеет локом, то мы считаем, что мы можем ее поабортить. И мы эту транзакцию отменяем, мы ее приемтим. А если мы видим, что локом владеет транзакция, которая старше, чем наша, то мы ждем. Пока этот лок не отпустит. Старше. Если младше, то мы ее отменяем. А если она старше, то есть у нее таймстэмп меньше, чем у нас, то мы ее ждем. Здесь мы делаем симметрично. Если мы видим, если у нас таймстэмп меньше, чем у транзакции, которая владеет локом, то мы ждем. А если у нас таймстэмп больше, то мы сами абортимся. Но давайте зафиксируем первый способ, чтобы не путаться. И я объясню, почему он гарантирует нам что-то хорошее. То есть, если мы видим транзакцию с младшим таймстэмпом, которая уже владеет нужным нам локом, то мы ее приемтим. А если она старше нас, то мы ее ждем. Во-первых, почему с такой стратегией не будет циклов, почему не будет дедлоков? Вот если вы помните прошлый семестр, то мы вроде бы выяснили так, с трудом, что дедлок — это цикл в графе ожидания, где мы рисуем дуги из потока, который ждет, в поток, которого тот поток ждет через минутоксы. Так вот, в такой стратегии мы ждем только, если у нас таймстэмпы монотонные. То есть у нас более молодая транзакция ждет более старую транзакцию. Так что цикла в графе ожидания быть не может. С другой стороны, почему есть прогресс? Потому что рано или поздно, то есть отдельные транзакции могут приемтись, она будет перезапускаться, пробовать снова. Но когда транзакция перезапускается, то она свой таймстэмп сохраняет. И рано или поздно любая транзакция становится самой старой, потому что все новые транзакции получают в качестве метки текущее время. И вот самую старую транзакцию уже никто не способен приемтить. Поэтому рано или поздно она выполнится. Ну что, идея понятна? Тут есть еще много нюансов, на самом деле, которые нужно обсудить. Ну, скажем, брать эксклюзивную блокировку и на чтение, и на запись неэффективно. В протоколе можно для записи брать эксклюзивную блокировку, а для чтения брать разделяемую блокировку, чтобы если две транзакции часто идут на тот же ключ, то они могли бы делать это параллельно. Вот легко понять, что такие изменения в алгоритме не ломают вот эти рассуждения, потому что блокировки для конфликтующих операций тоже будут конфликтовать, поэтому все равно секции не будут пересекаться. Но при этом мы получим чуть больше параллелизма. Да, вот то, что мы описали, называется на самом деле не просто 2PL, а strict 2PL. И вот он как раз гарантирует, что расписание будет не просто view с реализуемым, оно будет strict с реализуемым. То есть оно уважает порядок предшествования транзакций в реальном времени. Вообще, теория транзакций бесконечно большая, и нам ее, конечно, не покрыть. Вот есть отдельная книжка, где тысяча страниц примерно по транзакции, и сериализуемость это только одна половина, там еще вторая про, называется, рекаверабилити. Но нам это сейчас не очень важно. Вообще, почему мы изучаем 2PL? Это очень тупой протокол, но оказывается, что в Google Spanner применяется в том числе он. Но для того, чтобы разобраться, как именно он применяется, нужно потрудиться. На самом деле в Spanner не только 2PL, конечно, там есть еще другой протокол, и я потрачу еще, наверное, минут 15, чтобы о нем коротко рассказать. Но перед этим небольшое замечание, как вот этот протокол транзакций можно совершенно неожиданным и очень простым, очень элегантным способом перенести на память в процессоре. То есть как сделать транзакции на уровне процессора и ядер. Вот давайте подумаем. Мы процессор, и мы хотим атомарно работать с несколькими ячейками памяти. Вот этот протокол требует от нас брать блокировки. Эксклюзивные блокировки на запись ячейки памяти и разделяемые блокировки на чтение, и блокировки накапливать. Вот как же нам на уровне процессора, вот прямо внутри процессора, такие блокировки реализовать? Эксклюзивные и разделяемые на ячейки памяти. Вот оказывается, что в процессоре уже есть, уже реализованы все эти механизмы блокировок на самом деле. Вот если вы помните, у нас была тема про протокол когенентности кэшей. Окей. Давайте мы посмотрим на экран. Почему-то у меня... Окей. Протокол когенентности. Мы можем прочесть какую-то ячейку памяти, и у нас эта ячейка оказывается в состоянии... Ну, ладно, сложно. Тут эксклюзив, шерд. Вспомним, у нас был такой протокол, который назывался MSI, протокол когенентности. Мы говорили, что у каждого ядра процессора есть свой собственный кэш, и в этом кэше хранятся блоки памяти. Мы называли их кэш-линиями. И, разумеется, разные ядра могут в общей ячейке памяти писать и общей ячейке читать. Так вот, чтобы записать что-то в ячейку памяти, вы должны сначала захватить эксклюзивное владение над соответствующей кэш-линией. Это состояние modified было. Оно означало, что кэш-линия с этой ячейкой находится только в вашем кэше, а в других кэшах ее инвалидировали, ее сбросили. Если же вы читаете ячейку памяти, то вы должны снова пройти через кэш и получить эту ячейку, эту кэш-линию с этой ячейкой в свой кэш в состоянии shared. Состояние shared означает, что есть другие shared кэш-линии в других кэшах, в других ядер, но при этом нет ни одного modified. Вот modified и shared — это же и есть, по сути, эксклюзивное владение блоком памяти и раздеряемое владение блоком памяти. А сам протокол когерентности обеспечивает обнаружение конфликтов. То есть если вы хотите в ячейку памяти что-то записать, то вы должны сначала инвалидировать все другие modified и shared в других кэшах. Так вот, как теперь поверх протокола когерентности в кэшах, который уже, по сути, реализует нам блокировки и обнаружение конфликтов, сделать транзакции. Когда мы начинаем транзакцию в процессоре, то все наши чтения и записи будут оставаться в нашем кэше, и мы к этим трем состояниям, трем альтернативам, добавим еще некоторый флажок. Т, транзакционность. Когда мы что-то пишем под транзакцией, мы пишем в кэш и получаем кэш-линию в состоянии modified, то есть она у нас только в кэше есть, плюс она транзакционная. Когда мы что-то читаем в транзакции, то мы получаем кэш-линию в состоянии shared и ставим на ней тоже флажок транзакционные. И если вдруг какое-то другое ядро решило записать что-то в ту же ячейку, что читали и писали мы, то протокол когерентности должен пойти и, скажем, все modified или все shared для этой ячейки сбросить в других кэшах. И когда мы получаем от протокола когерентности уведомление, что нашу кэш-линию, вот, например, вот эту какую-то, пишет другое ядро, а у нас эта кэш-линия была под транзакцией, то что мы делаем? Мы просто все кэш-линии, которые у нас были помечены флажком T, выбрасываем из своего кэша. Не только вот конкретную кэш-линию, с которой у нас учился конфликт, а и все другие. Вот ощущаете, я не знаю, помните ли вы хорошо протокол когерентности, может быть, не помните, но он слишком прост, чтобы его заново в уме не придумать. И вот на основе этого очень простого протокола когерентности и этой очень простой надстройки мы можем внезапно получить транзакции на уровне процессора. Чтобы закоммитить транзакцию, мы просто стираем флажок T. Вот это операция коммита. Все, после этого протокол когерентности гарантирует, что все наши изменения падут в память. Это же удивительно простая идея, удивительно изящная идея. Как воспользоваться тем, что уже в процессоре есть, чтобы в него принести транзакции. И более того, вот такой механизм, он уже в современных x86 реализован, и он позволяет вам делать очень интересные вещи. Например, этот механизм используется в библиотеке Petreds. То есть если вы под Linux пишете и используете StdMutex, то вы в качестве реализации Mutex используете Petreds. А в этом Petreds Mutex используется, если ваш процессор поддерживает железные транзакции, поддерживается log-lesion, стирание блокировок. Вот предположим, вы пишете хэш-таблицу, и у вас есть две записи в хэш-таблицу. И вы говорите, ну я не хочу думать на вершину таблицу Mutex, чтобы эти записи могли работать конкурентами, чтобы параллельности никакой не было, но при этом можно было бы работать с хэш-таблицей из разных потоков. Как теперь устроен этот Mutex? Вот два потока приходят к нему. Обычно один из них блокировку захватывает, другой ждет. Вместо этого две вставки, которые пришли в одну и ту же хэш-таблицу, начинают транзакцию. Они говорят, делают специальную, вызывают специальную инструкцию, которая называется xbegin, ну это интенсик здесь. Начинают транзакцию и проверяют, просто читают, что лок в свободном состоянии. Если лок в свободном состоянии, то они добавили его в свой рецепт, то есть у них в кэшах сейчас ячейка с флажком лока находится в виде кэш-линии в состоянии шэрот с флажком транзакционная. И все. И дальше две критические секции ваших двух вставок выполняются параллельно. То есть у вас Mutex, в котором критические секции выполняются параллельно. И если две эти критические секции внезапно работают с разными бакетами хэш-таблицы и не пересекаются, не ловят конфликты на уровне кэша, то две эти транзакции коммитятся параллельно. И получается, что у вас есть std-mutex, но две критические секции в нем выполнились физически параллельно. Ну просто потому, что два пыли это позволяет, и протокол когеретности конфликтов не обнаружил на блокировках, на вот виртуальных блокировках. Если же вдруг какие-то операции затрагивали одни и те же бакеты, ну или просто на уровне когеретности вы получили коллизию, то транзакция пообортится. Но в этом случае вы откатитесь и попробуете уже честно взять Mutex. С этим механизмом есть проблемы, потому что он не гарантирует прогресса. То есть транзакция может переполнить кэш, если она очень большая, и отменить сама себя, или просто получить конфликт между своими же записями на уровне кэша, что довольно глупо, и пообортиться. Но тем не менее, хоть железные транзакции не могут гарантировать прогресс, они могут служить полезной оптимизацией. И по сути эти транзакции реализованы на основе двух наблюдений, что у нас есть два PL с блокировками, и вот эти блокировки, по сути, и конфликт на этих блокировках уже реализованы в протоколе конгерентости процессора. Мы лишь немного его усложняем. Реальность, конечно, намного сложнее, чем я сейчас рассказываю, но все же вы вполне можете пользоваться вот такими параллельными Mutex, параллельными критическими секциями. Ладно, это первая часть. Теперь я коротко, насколько у меня силы позволят, расскажу вам про альтернативный механизм реализации планировщика. Почему мы вообще хотим чего-то альтернативного, когда мы построили уже два PL, которые гарантируют нам сериализуемость? Дело в том, что планировщик 2 PL очень пессимистичный. Он для каждого чтения, для каждой записи берет блокировку, чтобы две транзакции друг от друга изолировать. Можно делать чуть оптимистичнее. Почему это может быть целью? Вот представим себе, что у нас транзакции, что у нас система, в которой выполняются транзакции, это какое-то огромное распределенное хранилище. И в этом хранилище у нас есть какие-то точечные модификации, а есть какие-то огромные чтения, где мы читаем много-много данных. То есть пусть у нас распределенная база данных, в ней есть гигантские таблицы, и некоторые таблицы настолько большие, что мы читаем их с помощью мыпредюс-операции. Вот настолько они большие. И при этом мы хотим, чтобы пока мы читаем таблицу, мы получали ее в согласованном состоянии. Так вот, если мы залочим всю таблицу на чтение, пока мы будем ее читать, то никто не сможет ничего делать больше с этой таблицей. Это неприятно. Мы бы хотели, чтобы в нашей базе, в нашем хранилище, читающие транзакции могли бы работать физически параллельно вместе с пишущими. И они бы друг друга не блокировали. Вот в 2PL у вас для этого есть конфликтующие блокировки на чтение на запись. Они друг друга исключают, ну, читающие транзакции исключают пишущие, и наоборот, на одних и тех же ключах. Мы бы хотели, чтобы читающие транзакции могли работать параллельно с пишущими. Для этого мы воспользуемся альтернативным подходом, который называется изоляция снэпшотов. Тут нужно вспомнить вашу домашнюю работу, где вы делали реплицированное хранилище ключей, отображение ключей значения. У вас там была задача. Каждая реплика хранила простое наблюдение. Как сделать так, чтобы читающие транзакции могли работать одновременно с пишущими? Ну, если пишущие транзакции меняют состояние хранилища, а читающие должны читать старое, то, видимо, хранилище должно быть мультиверсионное. То есть нам мало просто операций записи по ключу и чтение ключа. Нам нужно, чтобы в нашем хранилище могли лежать разные версии в один и тот же момент времени. И вот такую задачу вы уже решали в первой домашней работе, как это сделать. Ну, вот пока я буду просто считать, что у меня есть хранилище, которое поддерживает версии. И я начинаю с некоторой версии S0, с пустого хранилища. И сейчас чуть пониже нарисую. И каждая транзакция, которая в нашей системе, в нашем хранилище что-то меняет, будет порождать новую версию. Вот это просто отдельные версии. И каждая версия будет адресована некоторой временной меткой. Каждая версия является иммутабельной. То есть если мы коммитим какую-то транзакцию, вот здесь был коммит, то в нашем хранилище порождается новая иммутабельная версия. Ну, разумеется, мы не пытаемся копировать все хранилище. Разумеется, новая версия, объем, который приносит новая версия, пропорционально на количество ключей, которые мы там перезаписали. Но, тем не менее, конструкция такая. Теперь, как выполняются транзакции? Значит, у нас есть мульти... мультиперсионное хранилище. Как выполняются транзакции? Каждая транзакция, когда она стартует, выбирает себе временную метку для чтения. То есть фиксирует ту версию хранилища, относительно которого будут выполняться все чтения. И дальше ее читает. Вот, реализация этой конструкции должна быть такой, чтобы вот каждая версия уже больше не менялась, чтобы она фиксировалась. То есть новые транзакции, пишущие, могут продать новую версию, но читающая транзакция будет читать, например, вот эту. Вот мы выбрали в качестве референса вот такую версию S1. ReadTimeStamp указывает на нее. А дальше, когда мы выполняем все свои записи, то мы не то, чтобы в хранилище прям их пишем. Мы их буферизуем. Просто запоминаем у себя, что мы сделали запись по ключу. Какую-то запись V1, запись W2, запись W3. И в какой-то момент мы решаем это вот. Сказал, этот шаг start transaction. Раньше у нас его не было, теперь он есть, и он выбирает временную метку для чтения. То есть версию, которую мы будем читать. Потом мы выполняем какие-то записи, накапливаем их и хотим сделать commit. То есть мы хотим породить новую версию. Мы каким-то образом атомарно помещаем все наши записи в хранилище и порождаем версию 3. Вот версия 3 — это commit timestamp. Когда мы коммитим транзакцию, мы выбираем себе вот такую временную метку и под ней порождаем новую версию хранилища. То есть под ней пишем все свои записи. Но с нами могла конкурировать другая транзакция. Скажем, вот здесь вот началась какая-то другая транзакция, которая сделала записи W1', W2', W3'. И она тоже хочет закоммититься. Давайте такое пунктирное S4. Так вот, commit может быть успешен, а может быть не успешен. Мы скажем, что чтобы закоммитить все свои записи, чтобы породить новую версию, мы должны убедиться, что вот начиная с этой версии, из которой мы читали, не было изменений по тем же ключам, что мы пишем. И если окажется, что, например, запись W3' и W2, они конфликтуют, то есть они обращаются к одному и тому же ключу, то это значит, что commit транзакции, это была транзакция, допустим, T1, это транзакция T, это T' какая-то. Вот чтобы штрихованные транзакции не коммитятся. То есть ее commit проваливается. Вот это правило называется First Committer Wins. Идея супер простая. Вот вы ее все хорошо знаете, потому что вам знакома система контроля версии. Вот старт транзакции, это вот вы буквально отщепляете ветку. Дальше вы в своей ветке, локально, никому не говоря об этом, делаете какие-то изменения. Вы их накопили, и потом решили влить их обратно в мастер. Но вы вливаете в мастер успешно только тогда, когда ваши изменения не конфликтуют с теми изменениями, которые за время жизни вашей ветки накопились уже в мастере. Вот если конфликтов нет, то изменения вливаются. Если конфликты есть, то изменения откатываются. Вот такая простая схема. Тут очень много вопросов, как именно это реализовать, и сегодня мы не будем им задаваться. Ну, например, как именно сделать версионируемое хранилище? Как именно я порождаю новые версии? Как именно они там хранятся? Как именно я выбираю временные метки? Потому что они должны генерироваться монотонно. Это очень важно. Монотонно в смысле, вот в реальном времени монотонно. То есть если одна транзакция закоммитилась раньше, чем другая началась, то временная метка у новой транзакции на чтение должна быть строго больше, чем временная метка на запись у старой транзакции. А в распределенном смысле? Ну, поначалу в локальном, вообще распределенном, конечно. Ну и, наконец, как мы можем взять и атомарно записать в хранилище сразу много ключей? Это тоже не очень понятно. Ну, потому что это как бы проект транзакции в каком-то смысле и были. Ну, скажем, в levelDB мы можем атомарно записать много ключей разом, а вот в распределенной киболио хранилище в разные шарды мы не можем уже записать. Но вот эти все вопросы нужно решить, и мы про них поговорим в следующий раз. А пока вопрос. Потеряли ли мы что-нибудь здесь относительно 2PL? Вот у нас было 2PL, и в нем была параллельность, но на одних и тех же ключах параллельности не было. Там были локи. Здесь мы от локов ушли, и чтение делаем без блокировок. Потому что мы перешли к мультиверсионному хранилищу. Собственно, в домашке вы так и делали. Вы хотели избавиться от блокировок и перешли там к мультиверсионному хранилищу. Вот здесь та же самая идея. Но вот в смысле транзакций потеряли ли мы что-нибудь? Вот, например, верно ли, что вот этот мастер, вот эта цепочка состояний, каждая из которых соответствует новому коммиту транзакции, это и есть сериализация? Верно ли, что порядок коммитов здесь это порядок с реализацией транзакций? Вот оказывается... Если в S1 мы будем смотреть вот в первом коммите, во втором на какую-то строчку, и в S1, и между S1 и S2 она изменилась, то мы будем основываться на данных в S1, а потом запишемся как... Ну, сейчас подожди... Это уже неправда. Давай нарисуем пример. Наверное, ты про это же говоришь. У примера есть собственное название. Он называется Right's Queue. Транзакция T1, T2. Транзакция T1 делает следующее. Она читает ключ Х, и если в ключе Х видит единицу, то пишет в Y 0. Транзакция T2 читает Y, и если в Y видит единицу, то пишет в X 0. Вот две эти транзакции могут конфликтовать только по своим Right's Set'ом, то есть по множеству ключей, которые они пишут, просто потому что вот только так обнаруживаются конфликты по записям. И смотрите, что может произойти. У нас было некоторое начальное состояние S0. мы от него отщепили T1, T2. T1 сделала запись Y 0, T2 сделала запись X 0, и после этого эти две транзакции в каком-то порядке закоммитились. Конфликтов между ними не было. Но в итоге у вас... Давайте я пример перерисую, потому что немного тупо. В смысле у меня начальное состояние, наверное, все нули. Вот так вот. И вот, я перешел из состояния, где все нули, в состояние, где в обеих транзакциях единицы. Ну, состояние, где в обеих ключах единицы. Но такое состояние не отвечает никакому порядку с реализацией. Если бы выполнялось сначала T1, потом T2, то T2 бы провалилось. Если бы выполнялось наоборот, то провалилось бы T1. Поэтому одна из транзакций не должна оставить следов. А они обе оставили. И вот на уровне снапшот-изоляции никакого конфликта при этом нет. Что довольно неприятно. Вот то, что получилось, называется словом аномалия. И тут есть достаточно неловкая ситуация. Давайте посмотрим на экран. Вообще, база данных существует гораздо раньше, чем была придумана изоляция снапшотов. Вот этот подход. И так исторически сложилось, что комитет по стандартизации придумал уровни изоляции транзакций. Но вот на этой картинке они тоже есть. Read Uncommited, Read Committed. Если у вас был курс по базам данных, возможно, вы что-то такое проходили. И вот гарантии в этих уровнях, они сформулированы очень странные. Очень странным образом. Гарантии сформулированы относительно проблем, которых не бывает. И вышло так, что снапшот-изоляция исключает и вот такой род проблем, и вот такой род проблем, и такой род проблем, и такой род проблем. То есть по принципу исключения она исключает все аномалии, которые были стандартизированы, поэтому является сереализуемым. Сереализуемым по логике. По логике определения. Но при этом нет. Существует сценарий новый, которым этот подход гарантирует, дает нам несериализуемое расписание. Так что, когда вы читаете, скажем, в документации про базу данных слово «serializable», то подумайте, что оно значит. Оно значит это безумное определение из древнего стандарта или оно значит сериализабилити в математическом смысле. Вот кажется, что любая современная система использует сериализабил именно в математическом смысле. Что существует серийное расписание, такое, что оно вью-эквивалентно нашему. Но вот, тем не менее, для изоляции снапшотов возможны вот такие странные сценарии. С другой стороны, мы можем читать без блокировок. Давайте я все-таки кое-что успею сказать напоследок про реализацию. Как выбирать таймстэмпы, обсудим в следующий раз. Как делать коммит атомарно и выполнять такую проверку сложную, обсудим тоже в следующий раз. А вот по поводу того, как сделать мультиверсионное хранилище. Вот пусть у нас уже есть хранилище, но которое не мультиверсионное. В нем есть операции put по ключу значения и операция get. ну и может быть еще есть снапшоты плюс итераторы. Вот с таким API. Ну, вроде бы такое API предполагает, что вы, когда вы эмутируете состояние базы данных, то вот вы его перезаписываете, старый ключ на новый. но если вы делаете снапшоты, то вы можете получить снапшот на просто текущей версии. Вот поверх, собственно, levelDB вам такой API предоставляет, мы это помним. Ну, давайте на экране покажу еще раз. Вот API levelDB. Вы можете взять снапшот и по нему итерироваться, и другие потоки могут в это же время базу данных менять, но вы эти изменения не увидите. Но вы не хотите их видеть, вы хотите иметь фиксированный снапшот. Так вот, если ваша база данных, ваше хранилище локальное умеет вот такие операции, то вы поверх него можете сделать мультиверсионное хранилище, ну, довольно несложным образом. Вы можете сказать, что put... Собственно, что значит мультиверсионное хранилище? Это означает, что у вас есть операции put ключ k, значение v, временная метка ts. И у вас есть операция get прочесть по ключу k максимальную версию не старше, чем временная метка ts-bound. И когда я говорю, что в снапшот-изоляции мы порождаем новую версию базы, ну, разумеется, мы не то, что порождаем новую версию. Вот у нас было хранилище, где были ключи x, y, и под версией 1 в ключе x хранилась буква a, а в ключе y хранилась под версией 2 буква b. И мы делаем коммит двух ключей x и y под таймстемпом 5. Пишем сюда какой-нибудь a' b'. Вот мы просто добавляем по ключу k значение с новой временной меткой 5. А при этом, если другая транзакция читает что-то, то она читает как бы из снапшота с помощью такого чтения. Вот мы, например, делаем get по ключу x с ограничением на временную метку ts-bound 3. Вот мы фактически читаем вот такой вот снапшот. Мы читаем по ключу x значение a, по ключу y значение b. Вот имея хранилище с такими, с такой семантикой, вы можете сделать операции вот с такой семантикой. Тут, конечно, нужна аккуратность, как именно вы в это хранилище атомарно записываете сразу много ключей, но это отдельная история. Но, в принципе, вы в домашней работе уже вот такое преобразование делали. Вы, конечно, можете сделать его не только в локальном масштабе, а на уровне распределенного киварио-хранилища. Так вот, нужно подвести итог, на чем-то остановиться. Мы, конечно, не разобрали, как устроен снапшот изолейшн на уровне реализации, но мы, в принципе, понимаем, как схема работает, с какими гарантиями. Мы понимаем, что гарантии у этого подхода слабее, чем у 2PL. Но у каждого из этих подходов есть свое преимущество. 2PL гарантирует строгую сериализуемость, но это пессимистичный подход. В нем читающие и пишущие транзакции, обращающиеся к одним и тем же ключам, не могут работать параллельно. Здесь могут, но ценой потери сериализуемости. Вот в следующий раз мы посмотрим на три примера. Мы посмотрим на Google Bigtable и как Google для своего индексатора интернета поверх этой системы без транзакций построил транзакции, реализованные на клиенте, вообще снаружи системы с помощью вот такого подхода. Им таких гарантий хватило, которые дают изоляции снапшотов. А еще мы посмотрим на систему Google Spanner и увидим, что Spanner хочется уметь чтение из снапшотов, но при этом им хочется гарантировать и сериализуемость. Так вот, Spanner умудряется совместить два этих подхода, как мы в следующий раз увидим. То есть нам полезно знать и про этот подход, который более эффективный, но обладает слабыми гарантиями, и про этот подход, который более ограничительный для реализации, но при этом дает более сильные гарантии. И если правильно их скомбинировать, то мы получим что-то такое же эффективное, как снапшот изолейшн, и в то же время что-то настолько же корректное, как и 2PL. И вот наконец мы с вами способны будем прочесть статью про Google Spanner. Собственно, это моя просьба к следующему занятию. Мы с вами уже знаем про Google TrueTime и умеем им пользоваться для генерации монотонных временных меток. Это к вопросу о том, как генерировать временные метки для транзакций в этом подходе. Мы с вами знаем про репликацию через мультипаксис, вы сейчас это пишете. Мы знаем про распределенную файловую систему Google, это колоссус. Мы знаем про два подхода к изоляции транзакций, 2PL и изоляция снапшотов. И вот это все преликвизиты необходимые для того, чтобы статью про спаннер почитать теперь. Потому что в этой статье, написанной в 13-м году уже достаточно давно, вот от читателя понимание всех этих вещей требуется. И в предположении, что читатель это все понимает по-настоящему, авторы статьи могут ему рассказать, как именно в их системе реализованы транзакции, как именно они сочетают два этих подхода. Вот в следующий раз мы про все это поговорим, а еще про альтернативный подход, который используется в Яндексе транзакции типа Calvin. И вот тогда уже через неделю мы обсудим все нюансы реализации именно распределенных транзакций. Ну что ж, а на сегодня тогда все. Спасибо большое, что сдержались.